Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Грагуленко. Смотрите в этом выпуске. Встретил день рождения на футбольном поле. Ветерану крыльев советов Сергею Марушко исполнилось 55 лет. Легенда, чьи рекорды пока не побили. В Самаре прошел турнир в честь великого самарского боксера Василия Шишова. Для детей достойный пример. Родители школьников Самарского и Ленинского районов участвовали в турнире по нескольким видам спорта. Ветераны футбольной команды крылья советов сыграли на стадионе «Металлург» с представителями СМИ. Уникальный матч посвятили известному игроку крыльев Сергею Марушко, который отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет. За ходом игры следил наш корреспондент. Александр Бабанов за Куйбышевские крылья выступал с 80-го года. За свою спортивную карьеру он успел поиграть в Тольяттинском рубине в роли нападающего. И в прославленной команде мастеров «Торпеда» также в Тольятти под руководством тренера Бориса Казакова. С 2010 по 2012 годы уже сам работал тренером молодежной сборной. Любительские матчи с друзьями и соратниками для него отдушина в трудовых буднях. Каждую игру он ждет с нетерпением, чтобы вновь выйти на поле. Для него этот матч уже 11-й по счету. «Мероприятие, конечно, очень интересное, потому что встречаемся мы сейчас не так часто. И когда вот такие проводятся игры, дружеские, можно сказать так, в общем, в большей степени приятно встретиться со всеми, пообщаться. Ну и, конечно, получить удовольствие от футбола». Этот матч футболисты приурочили к юбилею их соратника по крыльям – директору Академии футбола «Крылья Советов» Сергея Марушка. 24 мая ему исполнилось 55 лет. Сам Сергей Васильевич в матче выступил в роли судьи. Но и в этой ситуации не упустил возможность дать совет, как лучше обойти защиту и реализовать опасные моменты. «Довольно-таки интересный матч, но в первую очередь он нужен для Самары, для болельщиков. И для молодых ребят, которые должны видеть преемственность поколений, присутствуют. И это сегодня и есть подтверждением всего». «Равим Алифдану перебошу в финансе! Что скажет Сергей Васильевич Марушка? Сергей Васильевич Марушка показывает желтую карточку Владиславу Сидиннику». Комментировал происходящее на поле известный самарский спортивный комментатор Андрей Миронов. Дружеский матч завершился со счетом 5-5. Еще один великий самарский спортсмен отметил свой юбилей. Легендарному боксеру Василию Александровичу Шишову исполнилось 60 лет. Остановился чемпионом мира, неоднократно Европы и Советского Союза. Пока его спортивные рекорды никто из самарцев не то что не побил, но даже не приблизился. В день рождения боксерская общественность устроила кумиру праздник. На стадионе «Локомотив» несколько дней проходил межрегиональный турнир среди подростков. На торжестве побывала наша съемочная группа. «Не дня без любимого бокса», – так рассказывает про себя великий самарский спортсмен. Чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов. Вот и свой 60-летний юбилей заслуженный мастер спорта СССР проводит в боксерском зале стадиона «Локомотив». Здесь проходит городской турнир по боксу на призы от прославленного спортсмена. Впрочем, друзья и коллеги также в долгу не остались. Подарили Василию Шишову символический пояс чемпиона. Пока побить его спортивные рекорды никому из самарцев не удалось. Секрет своих побед он раскрыл только сейчас. Тут у меня был эталон мой. Это был Евгений Юдин, который у нас на первом чемпионате 1974 года стал бронзовым призером. Я был маленький еще тогда. Я всегда смотрел. Ну, я его раз увидел, я, знаете, он мне ночами стынулся даже. А потом, когда я уже превзошел его показателем, и то я каждый день к нему приезжал на работу, мы сидели с ним часами до вечера разговаривали. Турнир для профессионалов Василий Шишов проводит уже не первый год. В этом он решил организовать первые соревнования для подростков. Городской департамент спорта поддержал идею и высоко оценил инициативу боксера и мецената. По мнению Дмитрия Чеканова, если упорно тренироваться и выступать на соревнованиях, то и современные самарские спортсмены могут добраться до рекордов Шишова. У нас большое количество потенциальных, хороших спортсменов, которые смогут не только доказать, показать те же самые результаты, но, скорее всего, и превзойти. Поэтому наш спорт развивается, и учитывая, какое количество мероприятий проводит Федерация бокса, как областная, так и наша самарская, соответственно, все предпосылки к этому есть. Поэтому ребята покажут все, на что они способны. На городской турнир по боксу среди спортсменов от 14 до 17 лет приехали почти полторы сотни участников. Кроме Самары и губернских городов за призы Шишова сражаются Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург и Пенза по олимпийской системе. В первые три дня проходили отборочные соревнования. Сегодня полуфиналы. В четверг участников ждут финалы со вручением оригинальных медалей и индивидуальных призов. Мы сами того не ожидали. И получилось таким вот образом, что турнир получился не просто городского округа, как мы предполагали, такой муниципальный уровень, а получился сразу же. То есть, в принципе, есть над чем поработать для того, чтобы, скажем так, наши турниры были более лучшими и качественными. За Самару на ринг сражаться выйдут больше сотни боксеров. Некоторые из них – чемпионы и призеры первенства области. Впереди боксеров ждет еще один турнир, но уже в памяти заслуженных тренеров России. Соревнования тоже пройдут в Самаре. На свежем воздухе, без телефонов и планшетов. Веселые старты с участием воспитанников детских садов города прошли в промышленном районе. За кубки и медали соревновались 16 команд. За состязанием наблюдал и наш корреспондент. Толком и не скажешь, кто больше переживает за победы и поражения в соревнованиях – дети или родители. Рассуждают между собой, папы и мамы на обровке футбольного поля семейного спортклуба. Здесь круглый год проходят разнообразные соревнования для детсадовцев и школьников. Сейчас за кубки и медали веселых стартов состязаются 16 команд. Проигравших нет. Кому грамоту за участие, кому медаль. И всем отличное настроение. У нас постоянно происходят спортивные соревнования. Мы участвуем в каждом из. Потому что на самом деле это такой командный определенный дух. И ребенок ждет соревнования. Это интересно, это увлекательно. Ребенок стремится. И самое важное, что они занимают призовые места. Для них ценность. В этом году веселые старты выиграл 378-й детский сад. И хотя мальчишкам и девчонкам нет и восьми, физрук готовил сборную команду по всем правилам профессионального спорта. Общефизическая подготовка, многократное прохождение эстафет, которые будут на соревнованиях. И самое главное – воспитание характера победителя. Самое главное – это сплоченность детей. Чтобы они были сплоченные, дружные. Девочки с мальчиками, именно конкуренция какая-то у них была, борьба. А потом я всегда говорю своим воспитанникам, что не забывайте, что вы один за всех и все за одного. Вы одна команда. И возможно, нам всегда везет, помогает. Детсадовские веселые старты проходят в промышленном районе уже пятый год. Участники успешно выступают на школьных спортыкиадах. Ходят на тренировки по разным видам спорта. Главное, по мнению Виктора Воропаева, одного из организаторов физкультурного движения в районе – это привлечь детей и молодежь к здоровому образу жизни. Стараешься им помочь чем-то. Меня это всегда вдохновляет. Вдохновляет то, что эти дети не будут ни наркоманить, ни курить, ни пить. Вот это вот главное, наверное, и для общества, и для родителей, и для государства. Высший класс показали родители школьников учебных заведений Самарского и Ленинского районов. Они приняли участие в спортивном турнире и поборолись за звание лучшего, показав настоящую борьбу, которая стала примером для детей. Подробности в сюжете. К участию в соревнованиях высший класс родители школьников готовились две недели. Выступали в дисциплине чирспорт. Это танцевальный вид спорта, в котором участники показывали хореографические и акробатические номера. Елена Элендерова признала, что подготовиться к выступлению было непросто. Но участие в таких турнирах необходимо для показательного примера детям. На самом деле в таких мероприятиях участвовать очень важно. Мы участвуем в первую очередь для своих детей, чтобы дети потом не боялись тоже участвовать где-то. Потому что в первую очередь, когда мы воспитываем детей, мы воспитываем себя. В этом году турнир провели впервые. Его участниками стали родители школьников из учебных заведений Самарского и Ленинского районов. Состязание включило в себя три этапа. По одному в каждом районе и уже финальный между победителями. За призовые места оборолись 13 команд по черспорту, 4 по футболу и 4 по стритболу. Впервые такой комплект спортивных мероприятий проводится в рамках одного турнира. Турнир действительно потрясающий, креативный, потому что он направлен на оздоровление людей и на развитие семейного спорта. Папа играет в футбол, стритбол, мама – черспорт, а девки поддерживают своих родителей. Выполняя показатели, которые перед нами стоят, мы должны понимать, что чем больше родителей мы втягиваем в это дело, так же бабушки и девушки, соответственно, более здорово у нас будет нация. И вот такие проекты, они как раз прям очень важны для того, чтобы и страна наша была спортивной, и люди были здоровы, и мы все вместе убедили эту пандемию. Организаторы турнира «Высший класс» пообещали, что в следующем году состязание выведут на городской и региональный уровень. Самые красивые и выносливые породы на старте. В загородном парке Самары прошли соревнования по конному спорту. В первенстве приняли участие 9 спортсменов. Всем ли удалось справиться с заданным маршрутом, знают наши корреспонденты. Элина Васильева занимается конным спортом уже 6 лет. Девушка с детства проводила много времени с лошадьми и мечтала о занятиях с ними. Сейчас Элина каждый день тренируется и ухаживает за водопадом. Первое место на соревнованиях по конному спорту она заняла впервые. Конный спорт, он учит выносливости в первую очередь, потому что на самом деле очень тяжело справляться с лошадью, особенно которая несет. То есть он развивает абсолютно все группы мышц, учит общение с животными, не только с животными, коммуникабельность, то есть договаривать с ними на самом деле очень сложно. Первенство Самары по конному спорту проводится на протяжении 7 лет. Спортсмены преодолевают маршрут из 8 препятствий. Наездник должен правильно направить лошадь, не тянуть ее и занять позицию, которая не помешает коню взять высоту в 90 сантиметров. Если лошадь ошибается дважды или проходит маршрут с нарушениями, то участников дисквалифицируют. Пары должны съезжаться, они должны работать как одно единое целое. Но бывает такое, что где-то разногласие всадник пытается быть умнее лошади, либо лошадь чуть-чуть умнее всадника. Есть такое выражение, что не бывает плохих лошадей, бывает плохой всадник. В этом сезоне первенство Самары по конному спорту проведут еще трижды. Посмотреть на то, как спортсмены борются за призовые места, может любой желающий, посетив загородный парк Самары. На этом все. Больших побед вам. Удачи!